А что нам в этом году подарил Дед Мороз на Новый Год и положил нам под елочку? А положил он нам под елочку автоклав из нержавейки. Вот такой красивейший подарок от Дед Мороза на 2017 год. Так, будем нарезать рыбку. Я уже нарезал. Подсмотрел я в интернете похожую приспособу, только я ее сделал не из двух рейчек, а с одной. Вот это расстояние 4 см, может 4,2 мм. Как раз удобно нарезать порционные кусочки для укладки в пол-литровую баночку. Вот. Ну, например, вот взял сайры, хочу разную рыбу попробовать сразу. Сайру буду резать не по 4. Ну, в общем, хочу попробовать и так, и так. Ну, покажу. Видно. Такой ножик у меня, КонтрПро, немножко усовершенствованный. Я его подрезал. Он был ровный. Вот такой. Я вот этот угол срезал, и он мне так больше нравится. И режу кусочек, кусочек, кусочек. Действительно, человек там удобно предложил. Видите, получилась вот такая нарезка. Один ряд в баночку, и второй ряд. И доска, вот эта, в принципе, у меня будет и по прямому назначению служить, и для нарезки рыбы. Можно сайру отмерить примерно кусочек раз, и кусочек два, и нарезать по восемь. И положить уже вот так вот, сделать порционные кусочки такие. Смотрите. Убрал. Приложил. Коротенькие пойдут туда. Берем следующую. То есть, то есть, понятен процесс. Такую досточку удобно сделать и пользоваться. Так, это сайра. Вот такие кусочки в баночку пойдут целиком, пол-литровую. Либо вот такие кусочки пойдут в два ряда. Пойдут до ряда. Вот так вот сайру нарезал, уложил в баночки. И по половиночкам тоже. По половинкам. Вот так скумбрия получилась. Хорошая, крупная. Так. У нас сегодня разная рыба. Сейчас будем продолжать. Салаки купил. Грамм, наверное, 600. И вот вся эта салака, мороженое, естественно, вся эта салака в одну баночку. Эксперимент уже так, эксперимент. Бычки. Бычки вообще мало получилось. Тоже 600 грамм мороженых бычков. Головы выкинули, хвосты выкинули. Меньше банки. Вот. Ну попробуем, попробуем. Вот. Томатом залью. Томатом. Будет супер. А вот и платва. С последней рыбалки. Крупную можно пожарить. А вот такая мелкая вся пойдет сейчас в автоквал. Уже подготовлено. Ну, рецепт стандартный. В интернете уже много раз описаны. Три горошинки черного перца на банку. Маленький кусочек лаврушки. Черный перчик. Вот я уже залил бычки в томате. сайру в томате. Маслицем там залил салаку. В общем, готовлю потихонечку. Сейчас бы у банки наполнять плотву. Плотвы много. Так. Хорошо. Так, рыбы вроде много и вроде и мало. Надо больше ловить. Ну, вот вся мелкая платва вся идет. Все идет. Вот это кусочками. Это кусочками. Это вот красиво целиком. Маслица туда чуть-чуть. Вот. Так у нас все получится. Ветер сегодня на улице такой капитальный. С томатиком. Вот. Несколько баночек. Скоро буду закатывать. Закатал. Вот такие у меня полуавтоматы. Старенькие, правда, уже. Вид у них немножко потерялся, но смазанные. Но смазанные работают исправно, хорошо. Отлично. Кстати, хозяйки, не забывайте вот здесь вот ролик чистить, мыть и смазывать. Если не будет ролик вот так вот двигаться, то он будет ваши банки тоже закатывать. Ну, ободок будет процарапывать. Соответственно, там потом крышка будет ржаветь. Очень важно, чтобы вот этот вот ролик, он свободно вращался на этих машинках. Ну, и соответственно, вот регулировка здесь положения ролика тоже важно. Надо уметь отладить правильно. Так, что у нас получилось? Вот это вот будет салака в масле. Для эксперимента купил, мороженую, почистил, порезал. Так, вот это у нас бычки. Бычки какие, невыгодно. Вот, 600 грамм и даже банка не наполнилась тут в томате. Так, вот это будет сайров маслица тоже на пробу взял. Вот это вот скумбрия кусочками. Скумбрия. Так, закатка. Вот так вот я закатываю. Так, и вот плотва. Ну, плотва это вообще будет, я думаю, постоянный продукт, потому как я любитель зимней рыбалки и налавливаю обычно хорошо. Пфу-тфу-тфу. Вот. Так что сейчас буду ставить все это в новенький автоклав, уже не в старенький, старенький из газового баллона. 20 лет служил, теперь вот будет новый. Вот такая закаточка, 20 баночек сегодня. плотва, скумбрия, сайра, салака. В общем, полный выбор. Будет что пробовать. Начинаем укладку. Начинаем укладочку. Так, и что у нас тут получается? раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь баночек. Даже, я бы сказал, объема хватает. Объема хватает. Так, ставим следующий. в принципе, художественность установки роли не играет. Абсолютно проверено. вот так вот у нас на 24 банки. У нас в данном случае двадцать. Двадцать. водой нужно залить обязательно на два сантиметра выше, но обязательно нужно оставлять воздушную прослойку. когда-то у меня был такой эксперимент, что в газовом баллоне, ну, я совсем мало оставил воздушную пробку, можно так сказать, слой воздуха. И, знаете, совсем пошло какое-то несоответствие между температурой и давлением. В общем, по-моему, даже и подвздулись крышки. В общем, так делать нельзя. Так, сейчас буду наполнять. Вот он наш новенький автоклав. Вот так в уголочке он и будет сейчас запущен. Залил водой. Воды девятнадцать литров ушло, чтобы накрыть. Ну, верхний ряд неполный. Видели, да? Ключик на 17. Последовательно крышечку начинаем уплотнять на прокладку. Можно крест-накрест. Крышечка должна хорошо притянуться. Автоклав новый. Прокладка еще не дала усадочку. Поэтому нужно к процессу отнестись серьезно. Может быть, даже больше подтянуть, чем надо обычно. сейчас накачаю две атмосферы. Посмотрю по манометру не происходит ли где-то стравливание. Выжду определенное время, потом буду подключать, буду показывать процесс дальше. Не стал до двух гнать. 50 качков обычным автомобильным насосом. Ну, и стоит какое-то время подождать. Пока можно подготовить градусник, автоматику и посмотреть не будет ли падать давление по манометру. Если будет падать, значит нужно где-то подтянуть крышку. Я думаю по приборам обещали производители, что все проверено, все держит. По приборам нигде утечки не должно быть. Давление держит. солил масло в трубочку, вставил элемент от автоматики, вставил термометр. Температура у нас почти 22 градуса, немножко меньше. Открыл кран, сейчас стравлю до одной атмосферы. точность там плюс-минус пол деления роли не играет. Закрываю опять вентиль, это хорошо. Двойная надежность. так, и у нас для исследования, для дослиджения есть вот такой счетчик. Немаловажный фактор, сколько же этот автоквал с электрическим теном использует у нас электроэнергии за одно автоквавирование. И поэтому засекаем показания. Этот счетчик, в принципе, у меня для этого, видите, на дощечке и сделан. Когда-то я заинтересовался, сколько же потребляет морозильная камера, холодильник, телевизор за определенный промежуток времени, за 10 дней, за 30 дней даже. Очень интересные, я вам скажу, показания для понимания того, кто у вас из потребителей самый сильный, самый потребляющий. Это может быть даже компьютер. Так, значит, так, показания у нас 90-67-0. Прибор. автоматического поддержания температуры и таймер, который в течение определенного времени можно задать от 5 до 90 минут, будет поддерживать эту температуру. для того, чтобы его запустить, достаточно немножко повернуть ручку. Он сейчас покажет температуру ненагретого автоклава. вот такая у нас автоматика здесь. на правом регуляторе видите вкл выкл. сейчас сфокусируем. это паспорт с ним такой идет. Поворачиваем ручку и он сразу включится. И выставляем нужную нам температуру. я выставляю 112 градусов и надо подождать. Он ее сейчас зафиксирует. Зафиксировал. И показывает ту температуру, которая сейчас у нас на данный момент на автоклаве. Так. И выставляем время. Я выставляю время 80 минут. Потому что у меня плотва. Если я поставлю меньше. У меня косточки там не перетравятся. Все. И засекаем время. Смотрите. Диск погнал в гонку. Для тех, кто очень бережливый, очень переживает за то, сколько же он будет тратить электроэнергии. Что лучше? Газ или электричество. сейчас мы сделаем такой опыт. И засекаем время. Время у нас 14.45. На термометре, на автоклаве температура 21.5. следующее включение будет когда начнут меняться у нас показания. Вот такой защитный автомат у меня стоит на всю квартиру. И я сейчас могу посмотреть потребление но не только автоклава, но и допустим включенных холодильников, компьютера, свет. И вот сейчас идет 2,6 киловатта. и здесь я хочу посмотреть 77 и красненькое 4. Вот и посмотрим. Пришлось переналаживать вот этот черный провод на счетчике. Видите, я даже его там на скорую руку сейчас обрезал, перечистил, вставил. Был оказывается перетерт в одном месте или свинка перегрызла когда-то у сына была. Вот в общем я не заметил. Вот так вот счетчик кстати на розеточку разводится. Так. Подключаем. подставил, чтобы он не упал. Включается вот этой крутилочкой и выставляем температуру сто сто двенадцать градусов зафиксировалось. Ну и таймер у нас уже на восемьдесят сейчас его поставим. вот так. Все. Уже видите температура там немножко возросла. И видите процесс нужно наблюдать. Автоматика автоматика я вам скажу. бросать нельзя. Кто его знает какой у вас удлинитель какие розетки. В принципе вся вот эта автоматика это все относительно. Достаточно обычного термометра. Рядом сидите и читаете книжечку и наблюдаете. Засекли время. так значит исходная у нас 25 градусов 67 и тройка будем считать так. Тут тоже естественно температура уже немножко подогрелась задалась и время у нас будем считать что 15.00 процесс пошел думаю что теперь у нас ничего не забарахлит. Хорошо что я посмотрел посмотрел так теперь счетчик наверное два холодильника сейчас заработало 3 киловатта а и компьютер еще включен так что будет в принципе нечистое показание сейчас здесь у нас 77 8 видите как активно пожирается электроэнергия как бы сделать так чтобы она вообще не тратилась смотрите два глаза широко раскрытый рот а глянь на вот этот диск вся электроэнергия из дома утечет не только 36 градусов а уже почти киловатт мамочки ой-ой-ой приятного аппетита 2 атмосферы температура 70 градусов и растраты энергии больше двух киловатт ну вы должны понимать что греется же не только вода в автоклаве греется продукт в банках температура сравнивается воды в автоклаве и содержимого в банках то есть затрачивается энергия на нагрев и продукции и воды и прошел примерно почти час и несколько слов об автоматике раньше эти автоклавы комплектовались термостатом то есть при достижении определенной температуры он просто держит эту температуру а время вы уже сами регулируете когда его выключить из розетки тоже в принципе не хуже все равно я бы сказал вот этот автоматический прибор оставлять без надзора нежелательно как и любую силовую автоматику ну на мой взгляд может у кого-то другое мнение это нужно быть хорошо уверенным повторюсь в своих розетках в своей проводке в квартире что у вас при тене 2 киловатта не вырубит где-то пакетник пробку автоматическую и вы придете и ничего не получите положительного результата поэтому все равно нужно сидеть а на газе там еще проще вы просто термометр поставили и ждете пока температура поднимется ну в данном случае когда продукт у вас рыба до 112 и 115 градусов и когда температура достигнута огонь на плите уменьшается и таким образом сидим там смотрим на термометр и газ больше меньше вот такая ручная регулировка то здесь конечно вот этот прибор просто обалдеть 94 градуса потребление 3 киловатта не падайте в обморок от вращающегося диска кто очень нервный не смотрите почти 3 атмосферы немножко расхождения со стеклянным спиртовым градусником я не знаю где-то в градус полтора 16-18 но если считать когда я второй раз запустил это было 3 часа то 1 час 20 уже прошло но я думаю что там можно и то время немножко добавить короче считаем полтора часа и нету еще 100 градусов вот такая у нас youtube аналитика 104 градуса а стекло показывает 106 3,5 атмосферы гул продолжается газовый автоклав не создавал такого звука так что не знаю что и сказать наверное это норма наблюдаем мелофон сейчас тен отключится интересно звук останется я выставил 112 градусов может быть в банках идет все-таки процесс и банки как-то с днищем там резонирует не знаю сейчас посмотрим но 112 вот он по идее должен был выключиться но я уже говорил гисторезис я его немножко в другом ключе упомянул но здесь получается как это значит разброс 2 градуса то есть возможно что он сейчас до 114 еще дойдет и только тогда выключится так в паспорте написано сейчас посмотрим то есть автоматика держит плюс минус 2 градуса вот и показал время видите все и как бы вот смотрите тэн перестал работать и звук пропал значит что значит этот тэн под давлением создает такой звук если бы это не тэн так смотрим у нас получается чуть больше 4 атмосфер 4,1 да по стеклу у нас 114 градусов даже 115 пошло пошло время у нас 1642 то есть где-то час и 50 минут так и здесь у нас на счетчике получилось 3,8 киловатта до нагрева 112 градусов теперь он будет видите по инерции 113 теперь он будет если будет остывать он будет тэн подвключать одна минута уже отработал ну естественно такой объем он не может нам точно держать температуру 112 вот это 114 110 он будет наверное так и будет работать ну естественно счетчик у нас остановился тот кто хватался за сердце может отдохнуть 384 ну пусть 4 киловатта да на нагрев 4 киловатта по 1,3 гривны 5 гривен считайте что вы сели на маршрутку и проехали куда-нибудь по городу в одну сторону так что на самом деле не такой уже это большой показатель зато вы не дышите выхлопами сгорающего газа процесс идет чисто куда у нас там градусник догнал градусник догнал у нас считай даже 117 по стеклу ну вот видите если верить стеклу то надо как бы может быть и уменьшить на самом на самой электронике температуру допустим давать 110 и тоже по инерции видите разгон определенный идет ну понаблюдаем сейчас пробная у нас партия пробное испытание можно вот то время не час 20 выдержать а выдержать меньше но звук интересный я не знаю может быть там я сверху банок вложил еще из нержавейки такая металлическая тарелка у меня есть чтобы банки не всплывали может быть вот она явилась какой-то причиной загадка по крайней мере для меня сейчас в следующий раз буду пробовать по-другому ну вот этот звук мелафона вы все слышали так смотрим на электронику ну и вот кому верить стеклу сейчас принесу мне еще один градусник есть стеклянный мы сейчас проконтролируем еще другим стеклянным градусником так вот такой у нас градусник еще один до 150 градусов спиртовой стеклянный так этот у нас сейчас показывает 16 17 да 117 градусов убираем его убираем и ставим этот посмотрим так погнал так а здесь у нас автоматика показывает ну может я сдвинул там немножко датчик не знаю и включает нагрев включает нагрев 6 минут видите постоял и звук опять пошел и опустилась чуть-чуть меньше 4 атмосфер практически 4 опять включилась а вот этот градусник показывает 110 и только-только вот автоматика только что выключила вот он пожалуйста и стекло так что наверное надо верить автоматике 10 минут уже выдержала осталось 70 я повторяюсь я задал час 20 хотя вот в инструкции на вот этот автоквал написано рыба 25 минут но честно вам скажу я не знаю какая-то рыба может получиться за 25 минут так что косточки не перетравятся поэтому я все-таки выдержу больше как бы я этой цифре не доверяю 113 а здесь 111 видите теперь наоборот тот как бы завышал этот как бы занижает хотя этот более точный это градусник еще из советских времен это еще настоящий измерительный прибор а не тот который вот первый стоял этот более точный вот 111 сейчас на автоматике сейчас вам скажу 113 я его не в самую глубину кстати опустил туда потому что либо тот либо тот мешают они друг другу мешают не могу я его в самый низ опустить вот здесь его бы еще на пару сантиметров туда вниз может быть из-за этого есть какая-то там разница в показаниях вот он то в масле в масле стоит но но чуть выше ну я думаю это не очень роль играет не очень роли 111 автоматика 113 и давление чуть больше 4 атмосфер 4,2 прервусь прервусь немножко вытащил я датчик температуры и немножко его сплющил для того чтобы туда градусник до самого дна трубочки доставал то есть полностью погружался в масло и за это время тен поработал догнал температуру 115 ну производитель и не только этот производитель автоклавов даже рекомендуют дать 115 120 кратковременно 5 минут и на градуснике тоже ну полградуса до 115 не дотягивает то есть вот этот градусник все-таки отюстирован видимо намного лучше чем предыдущий я этому больше верю на нем там еще клеймо вот внутри стоит у него такая пробочка вверху видите такой градусник лабораторный настоящий и посмотрим вот этот вот вот смотрите он такой как сильно простенький как для измерительного прибора не знаю кажется мне что градусник вот этот завышает который в комплекте идет который идет в комплекте а вот этот более точно показывает 115 да и вот при этих 115 градусах у нас 4 было с половиной сейчас 4,3 десятых атмосферы заканчивается процесс автоклавирования температура 112 осталось 5 минут и хочу да и по киловаттам значит 4,6 киловатта весь процесс занял то есть порядка 6 гривен много мало ребята смешно просто смешно вы не дышите сгорающим газом у вас процесс проходит тихо спокойно автоклав стоит на полу на дощечке на тряпочке контролировать все таки его нужно сейчас я немножко про градусники покажу а потом скажу почему надо контролировать значит вот градусник который я сейчас поставил смотрите какой солиднячий у него даже на упаковочке адресат есть лохвицкий район полтавская область село червонозаводское извините город червонозаводское то есть я не уверен что сейчас там делают какие-то градусники но тогда все было точно и солидно вот такая наклеечка точность один градус ну в общем подарили мне этот градусник на одном из сахарных заводов и современный градусник современный градусник смотрите никакой маркировки я уже вам его показывал что нигде нету никаких штампов то есть я к чему это говорю не доверяйте стеклу вот я больше все-таки склонен доверять автоматики молодцы ребята в Виннице сделали очень хороший модуль хорошо управляет отрабатывает но у него тоже есть недостаточек какой я сейчас покажу почему нельзя оставлять без надзора значит смотрите я его просто сейчас выключу выключил ну там осталось 3 минуты все уже не критично и уже можно прекращать процесс и поэтому я дождался до конца и показываю да елки пау сейчас так и что у нас получится вы подумали о чем я хотел сказать вот смотрите он показывает температуру но он уже ничего не отрабатывает давайте его выключим выключим и опять зададим режим опять допустим там 100 градусов а давайте больше давайте там 115 вот он пошел мы задали таймер там допустим какой-то ну заново вот как будто мы заново запускаем пошел у нас счетчик мотать да и вот у вас пропала электроэнергия где-то выбило где-то что-то вот случилось а вы ушли на работу вы думаете у вас автоклавируется и вот я его вставляю назад понятно все он стал в исходное состояние он показывает только температуру ничего не отрабатывает может быть производители со временем доработают вот я бы сказал нужно сделать так чтобы при сбросе он возвращался дальше к работе по программе а он этого не делает этот модуль то есть я не рекомендую вам уходить куда-то и бросать его в работу потому что может произойти такая ситуация что в это время отключали электроэнергию и он вас просто вот на середине станет и вы даже не знаете на каком уровне он стал он прогрел он проавтоклавировал или нет вы придете да он вроде бы вот так вот все температуру показывает что уже процесс закончен вот что остывает а он на самом деле совсем не отклавировал поняли то есть нельзя доверяться вот этому модулю он хороший нет он хорошо работает я вот сегодня посмотрел посидел понаблюдал прекрасно но только под вашим надзором все таки садитесь читайте рядом книжечку контролируйте или смотрите телевизор и посматривайте чтобы у вас такого не произошло чтобы он полностью по программе отработал а производителем данного модуля желаю конечно его сделать еще более универсальным чтобы при отключении электроэнергии он продолжал при опять при подаче электроэнергии подачи напряжения он опять начал продолжать работать по программе но в данном модуле этой функции к сожалению нет вот и все процесс автоклавирования закончен даем ему остывание завтра уже будем открывать завтра 18.05 спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь посматривайте рекламу поддерживайте канал буду снимать еще больше новых интересных видео кстати о ручках ручки вот смотрите супер они не нагреваются в этом автоклаве вот даже здесь вот здесь я еще могу держать дальше дальше они уже будут горячие это трубка трубка о чем я говорил оговаривал сразу по телефону греются ручки нет ручки не греются смотрите отлично доволен очень доволен покупкой спасибо производителям что ж я уже забежал вперед завтра буду открывать показывать что получилось спасибо за внимание ну что прошли практически сутки 17 21 22 теплый теплый градусов особенно в нижней части градусов 30 наверное еще осталось давление упало сейчас я его буду стравливать кран открываем так и потихонечку любым предметиком стравливаем 2 3 3 Продолжение следует... Все, сейчас буду откручивать. Открутил гаечки, ну попробую, получится у меня без подковыривания. Нет, не получится. Да, что-то надо. Что-то надо подставить. Прикипело к прокладочке. Все-таки подрывать немножко надо. Так, чтобы масло не вытекло, контролируем. Вот так вот положили. Ну что там у нас получилось? Давайте доставать. Протирать буду потом. Достаю. Так, раз. Так. Так. Так, сейчас мы в сторону. Можно было и больше плотвы накладывать в банку. Так. 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 Красивая, это сайра в масле. Так, я тут тарелочку вложил сверху для того, чтобы придавить баночки, но надо что-то, наверное, потяжелее, чтобы не плавали. Вот это, видите, мелкая плотва даже получилась неполно. Скумбрия. Плотва. 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 Да, вы знаете, вот такие вот кусочки, в общем целиком ее надо, такую мелкую плотву, не надо ее резать, мне кажется. Скумбрия. Так. Салака. Салака. Так. Сайра, похоже. Все, а я такой бы еще доставал бы, доставал бы. Все. Так. Ну что, крышечки замечательно, ничего не вздуло с нигде. Вот. Ну, когда буду пробовать, открывать, буду снимать еще. Так. Вот это сайра. Ну, что я вам скажу. Хорошо. Все, косточки перетравились. Вкусно. Это плотва. Плотва. Косточки тоже перетравились. Я бы даже сказал, знаете, пришла идея. Надо комбинировать, покупать сайру под плотву. То есть в банку через рыбку накладывать сайру и плотву. Вообще будет замечательно. Это томат. Сайру в томате эту банку делали. Так вообще смаку я, когда плотва и сайра. Просто замечательно. Ой, с вареной картошечкой. Обтер уже баночки. Замечательно. Вот так получилось салака. Ну, я доставал с автоклава, показывал. Вот сайра тоже еще в баночке. Так. Кусочками сайра. Плотва тут с томатом. Вместе. Тоже с томатом. Можно было больше наложить. Скумбрия. Ну, не побоялся я сразу несколько видов рыб. Нормально. Автоклав новый. Я еще к нему не привык. Не знаю все еще нюансы. Каждый автоклав он как почерк у человека. Надо его изучать. Надо пробовать разные режимы. Разную рыбу. Ну, для первого раза я, в принципе, доволен. Все хорошо получилось. Бычки. Вот даже, по-моему, вот это вот. Не, где-то другая была банка с бычками. А, вот они. Бычки в томате. Бычки в томате. Замечательно. Огромное поле для экспериментов. Доброе утро. Продолжение следует...